Пятое Евангелие Воскресное, Лука, говорит о том, как два от учеников, из которых один Клеопа, а второго церковь подозревает, что это был сам Лука, идут по дороге в некую весть, и Маус, и беседуют между собою о том, о чем нельзя не беседовать. Вот как сегодня о чем беседуют люди. И понятно об известных событиях, а что, а как, а почему, а что предшествовало, а что делать там и так далее. То есть люди говорят о том, о чем сама жизнь составляет, и они беседуют между собой о том, о чем нельзя было тогда не говорить, об Иисусе Назарянине, которого они думали, что он царь Израилев, а его старцы предали на осуждение смерти. И вдруг сам Иисус идет с ними, они не узнают его. Напоминаю вам, дорогие христиане, что Иисуса по воскресенье вообще не узнавали. Что привычные образы Иисуса, которые вот, вот иконописный образ, то, что мы видим там, разделенные русые волосы, на плечи спадающие малая борода, юное лицо, ну, молодое лицо, молодого человека, там, как Давид пишет, там, голубые волосы, голубые глаза, пшеничные волосы. То есть мы не узнаем Иисуса уже по воскресенью. Петр не узнавал на Тиверятском море, Лука и Клёпа не узнают. Иоанн Богослов в пещере Апокалипсиса вообще увидал Христа вообще другим, с белыми волосами. Где мы видели Иисуса с белыми волосами? Седого. Одетого в одежду священников, льняной падир, припоясанного по персим золотым поясом. Где мы такого Иисуса видели? Вообще нигде. В руках Он там искусств, меч, в руках звезды, там, в другой руке ключи, ноги, как расплавленный металл. Где мы такого Иисуса видели? Нигде. Поэтому забудьте о том, какой Иисус был в вашем сознании, потому что Иисус всегда другой. И, в общем-то, мы в жизни должны, по сути, что? Познавать, какой Иисус. Он постоянно меняет внешний вид свой, если хочет. И надо узнавать его не по внешним чертам, а по духу святыни. Вот эти два избранных человека, они шли с Иисусом вместе, и он говорит, а что вы такие дряхлые? Что вы такие уставшие? Какие-то перепуганные, да? Ну, по-славянски, истодряхла. О чем стезаетесь? И что вы дряхлые? А они говорят, а ты что, не знаешь о чем? Значит, что же... О том, что было в Иерусалиме в эти дни? Он говорит, а что было? А вот интересно, да, вот нас спросить, допустим, так, это же он спрашивает их, а что было, собственно, а что же было? А что было в Иерусалиме в Те? А что было в Вифлееме, когда в Волхвы пришли, и звезда горела над Вифлеемскими яслями? А что было? Вот что ты скажешь? Ну, сейчас мы уже научены и катехизисом, там, родился Господь, пришел Спаситель, там, ду-ду-ду-ду-ду-ду. А тогда все непонятно вообще, а что? Он говорит, а что было? Они говорят, ну как, что было? Ну, там, Иисус, Пророк. Они еще не знают, что он Господь, что он вообще царь царей, что он Мессия, да, говорит, Иисус, Пророк, человек сильный в слове и в деле, перед Богом сильный, перед людьми сильный, ну, как Моисей сказал и сделалось. Вот, такой сильный, такой Пророк, то есть они так говорят ему, да? Вот, и мы думали, что он будет вообще, спасет Израиля, а наши старцы взяли его, осудили на осуждение смерти. И уже три дня прошло, но, а между прочим, апостолам Христос, еще восходя в Иерусалим, говорил, что Сын Человеческий будет взят руками людей-грешников, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. То есть переживать нужно было только на четвертый день. Пока три дня не прошло до конца, значит, переживать не надо было, потому что все апостолы должны были знать, что он в третий день воскреснет. То есть, если четвертый день наступил, а он не воскрес, никто ничего не говорит, тогда можно, конечно, уже катастрофа, да. А так вообще нужно ожидать. Это как бы и к нас касается. Чего ты спешишь? Да подожди, как бы еще. Все идет своим чередом. Нельзя было, чтобы Господь воскрес в первый день. Тогда бы сказали, что он вообще не умирал. Что он там потерял сознание на кресте, его сняли, он взял, ожил. И не было бы искупления. Там и во второй день, как бы, вот третий день, это уже время, когда уже гниение вторгается в тело, когда уже растлевается человек, уже все, уже и запах, и все остальное, уже тело, уже не дом Божий, не дом души. И тогда наступает время Богу действовать. И поэтому им было сказано, но они не верили, как и мы все. Нам много сказано всяких разных важных вещей, но мы сохраняем такую отстраненность сердечную от очень многих важных вещей. И так и они. Значит, третий день уже есть, но уже некие женщины от нас ужаснули нас, они пошли к гробу рано, его там нет, и ангела увидели, ангел говорит, что он жив. Короче, вот они идут, как бы, кто этот Иисус, пророк, кто, все там. И женщины пошли, его там нет, ангелы говорят, что жив, как он жив, его убили, третий день. Вот это все, вот это все такое, ну, такие яркая картина помыслов человеческих. Ну, как вот, как у нас вот сегодня. Ой, что будет там, значит, такой Макдональдс закрыли, Кока-колы не будет. Ну, а как же я буду жить там без того, без всего там? Ну, а что делать там? А что я больше не полечу на Мальдивы? О, Боже, как жить дальше такое-то? И вот он говорит там такие важные слова, говорит, о, несмысленные и костные сердца. То есть, ума нет, и сердце твердое. Принимаю на себя, отдаю вам. Безумные, твердосердечные люди. Ума нет, и сердце твердое. То есть, чтобы веровать во все, что сказали, значит, пророки. И начинает с ними идти, и разговаривать с ними о Писании, о себе. О Писании вообще, оно говорит о Мессии везде. Евреи эти, святые евреи, которые только Богу молились всю жизнь. Всю жизнь Тору читали и Богу молились. Вот те настоящие евреи, не это, это всякая такая, это вся, как братья такая, хитро-хитро одноместная. А вот настоящие евреи, они говорят, что в Писании нет ни одной страницы, где бы не было написано про Мессию. Ни одной страницы. И когда читаешь, как Моисей змею поднял в пустыне, это Мессия. Когда читаешь, как Иосифа в ров бросили, а потом подняли, продали, и потом он стал там вторым после фараона, это Мессия. Когда читаешь, как Иону кит проглотил, и он жив остался, это Мессия. Там везде Мессия. И он, начиная с ними говорить об этом, о себе, он, воскресший, говорит с ними о себе. Они идут, что происходит у них? Им хорошо, но они ничего не понимают. У них сердце горит, им классно, но они не понимают, кто с ними идет, о чем он говорит. Они себе идут, он идет с ними, он им про себя говорит, он уже воскрес, ничего не понимают, как мы, вообще ничего не понимают. Мы приходим в церковь, балдеем, поют красиво, читают хорошо, проповедуют, траля-ля-ля, все классно, ничего никто не понимает. Вот Иисус воскресший идет с ними, про себя с ними разговаривает, из закона, там, псалмов, там, пророков, там, все им рассказывает. Они идут, как бы, доходят до того села, куда шли, ну, и, как бы, говорят тому, слушай, останься с нами, уже вечер, там, уже все-все-все такое, значит, давай, останься с нами, продолжим нашу беседу. Он остается, они вообще не знают, кто с ними разговаривает. И они, значит, ложатся, тогда они садились за стол, тогда ложились, они ложатся за стол, и он произносит благословение, говорит, ну, как вот, как я понимаю, как вот евреи говорят, говорит, барухата адонай лахейну, мели хаулам, мацы лехем едха арец, то есть, благословен ты, Господь, Бог неба и земли, царь вселенной, ты вырастил хлеб из земли, с этими словами надо ломать хлеб. И он говорит, благословение, ломает хлеб, и вдруг у них открываются глаза, они узнают, о, это он, при ломлении хлеба. И он тут же, невидим, бысть има, он тут же, как бы, узнали, хватит за вас, вот они бы сейчас начали бы, там, ой-ой-ой-ой, там, ойкать-вейкать, знаете, ну, как те же евреи, ой-вей, там, я не узнал, прости, я не понял, а это ты, ой-ой-ой, ты так долго шел, рассказывал, я ничего не понимал, ну, как бы, все по-нашему, и по-ихнему, и по-нашему, и по-бразильски. Значит, вот вам картина, как бы, картина грандиозная, на самом деле, потому что Иисус воскрес, воистину воскрес, еще раз вам скажу, Иисус воскрес, а мы ничего не понимаем, понимаете, он ходит рядом с нами, идет и рассказывает нам про себя, мы слушаем, они потом друг с другом разговаривают, говорят, слушай, как по-славянски, не сердце ли наю, горя бев наю, и когда сказываешь нам о Писании, по-русски говоря, так, чтобы облегчить понятие, как бы, не горело ли сердце в нас, когда он шел с нами и рассказывал нам Писание? То есть у них сердце горело в это время, он им говорил, они чувствовали, они как бы благодать такую, но они вообще чувствуют, понимаете, чувствуют, но не понимают. Вот великая какая глубина падения человеческого, все чувствую, ничего не понимаю, Все понимаю, ничего не чувствую Как-то вот так вот все происходит И вот, они потом побежали обратно уже Не боясь нарушить субботний покой И нашли там собранных учеников Которые, они вбежали к ним А те как бы навстречу им Те еще рта не раскрыли Они говорят, воскрес Господь Они говорят, точно воскрес Господь И нам явился, и Симону явился, и этим явился И они говорят, друг другу, да воскрес он Да я знаю, что воскрес, я вам хотел сказать Мы тебе хотели сказать Они начинают друг другу кричать о том, что они уже узнали Воскрес Господь, воскрес Господь, воскрес, точно воскрес Нам явился, и нам явился, и Ему явился, и всем явился И они начинают такой, воскрес, 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 воскрес Пошло такое уже, пошла волна по Иерусалиму Как бы по ученикам Значит, вот Насколько, конечно, далека Благодатная радость От понимания того, что происходит Что мы, в принципе, никогда не понимали Что с нами происходит Ни один период жизни Ни в детстве, ни в юности, ни в зрелости, как бы никогда мы не понимали. Когда болезнь, мы спрашиваем, за что? Когда какие-нибудь сложности, мы спрашиваем, почему? Когда какая-нибудь опасность, скажем, опять сколько можно? Вот, и мы ничего никогда не понимаем. Мы вообще никогда ничего не понимали, если честно. И сейчас ничего не понимаем. Но мы знаем главную вещь, что Иисус живой. И это есть альфа и омега, начало и конец. Все остальное можно, в принципе, не понимать. Потому что от нас не спросят. Мы не архитекторы этого мира, мы просто в нем живем. Поэтому от нас не требуется понимать, как мир устроен, зачем он так устроен, почему не иначе. Это с нас не спросят. Но вот то, что Христос воскрес, нужно знать всем. Это нужно знать и тому, кто живет в мире, в мире, в покое, под теплой крышей, под одеялом, с бутербродом. Это нужно знать, конечно, и тем, кому сейчас тяжело. Это нужно знать тем, которые, ну скажем, сейчас отдуваются за всех нас. Потому что вот те пацанята, которые в звании старшего сержанта, там прапорщика, там младшего лейтенанта, они отдуваются сейчас за всю вселенную. За всех прелюбодеев, за всех воров, за всех негодяев, которые довели мир до полной грани. Которые блудили, воровали, воровали, блудили, радовались, обманывали, обманывали и радовались. Которые довели мир до сатанинского, вот это сползание в преисподнюю. А потом отдуваются за все, за все. Такие вот сержантики, лейтенантики, там и капитаны, которые там, значит, то за штурвалом, то, значит, то в главе подразделений останавливают сатанинскую машину. Сейчас именно это и происходит. Так что понимание это нужно сейчас всем, братья и сестры, и тем, и другим, что Христос действительно воскрес, и что на этом нужно строить свою жизнь, сегодняшнюю и дальнейшую. Мы потом будем, как это обычно бывает, но потом все пройдет, мы все поймем, потом уже так, а, вот в чем дело, а, ну ясно, я понял, я уже понял теперь, да. А сейчас пока что нужно запастись терпением и знанием того, что миром управляет благой промысл Божий. Промысл Божий ведет всех на покаяние, хранит человека и ведет его самыми удобными путями к тому, чтобы человек покаялся, уверовал и спасся. Вот на этом мы сегодня стоим и не можем стоять на чем-то другом, потому что другого больше ничего нету. Потому что другого ничего больше нету, стоим на этом. Говорит, фундамента иного никто не может положить. Положенный фундамент это то, что Христос воскрес из мертвых. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и сделавшему нас царями и священниками, слава и держава во веки веков. Аминь. Так говорит Святое Откровение. Мы продолжаем молиться, продолжаем поститься. Сегодняшний пост получается легче, удобнее, потому что когда в тебя направлены какие-то такие всякие неприятности, которые ждут тебя каждую секунду, то в это время как раз гораздо легче читать псалтирь, класть поклоны, петь акафисты и меньше есть. И чаще в Храм Божий собираются. Поэтому нам поститься сегодня легче. Но мы тоже виноваты в том, что мир дошел до края. Что люди брехали-блудили, блудили-брехали, брехали-воровали-воровали-брехали, и довели наш мир до сатанинской пропасти, от которой сейчас нас, как всегда, отодвигает простой русский солдат. Так было в XIX веке, в XX, и в XVIII, и в XVII, и так есть сегодня. Вот других схем у нас нет. Почему-то Господь Бог так решает, решает спасать Вселенную. Ну что ж, от нас только твердостью в вере, молитва Богу, чтение Евангелия. И я бы хотел, чтобы эти буквочки, вот возьмите любой текст библейский, плоская страница в двух координатах А, Б. Плоские буквы, черным по белому написаны. Я бы хотел, чтобы они перестали быть плоскими для вас, чтобы они стали в 3D, чтобы они были выпуклыми, чтобы они стали для вас прям такие, такие, как написано, допустим, 24 глава Иоанна Матфея, Малый апокалипсис, как там говорится то, что будут войны, и слышание о войнах, и будут землетрясения, и будет голод. И это все начало болезням. А вы не бойтесь и распрямитесь. Знаете, что приблизилось избавление ваше. Ну, ты как бы, так и читаешь, думаю, читаешь, читаешь, потом раз, ага, вот оно. Дышит уже тебе в затылок, как бы, то, что написано. Поэтому все, что написано, оно живое. И нам с вами нужно потихонечку уже не просто чувствовать, но и понимать. Богу слава за все. Всегда. И в день смерти нашей Богу слава, в день болезни нашей Богу слава, и в день неудачи нашей Богу слава, и в день, когда приходят новости, которых мы не хотим, слава Богу всегда, всегда Богу слава. На этом стоит Церковь Божия. А кто не знает этого, кто не знает веры. Ну, что ж, докрепиться сердце ваше. Мужайтесь и надейтесь на Господа. Псалом 26, да. Мужайтесь и докрепиться сердце ваше, всеуповающее на Господа. Мужайтесь и докрепиться сердце ваше. Христос воскресе! Воскресе! Помазываемся, исповедуемся. Служим, молимся, поем. Заканчиваем службу. Аминь. Благодарю. Благодарю. Продолжение следует...